Маленькими и не смышленными вчерашними детсадовцами на пороге, как тогда казалось, взрослой и самостоятельной жизни. Каждого из нас встречала она. Так, кто рассказала, почему дважды два всегда будет четыре. Как считать и умножать, правильно писать и произносить слова. Делать из шишек сухих листьев клея и ореховой скорлупы настоящие произведения искусства. Так, кто поддерживала любопытство пытливого юного ума. Была строга, но справедлива. Ее имя и отчество большинство помнит даже спустя 5, 10, 20 лет после выпуска из школы. Это первая учительница. Для кого-то она навсегда останется в памяти, как вторая мама. Другие просто с уважением будут благодарить за привитую любовь к учебе. Третья обязательно зайдет в гости, если будут проходить рядом с ее домом. У каждого из нас была первая учительница, в том числе и у главы Сургутского района накануне профессионального праздника. С первой учительницей Андрея Трубецкого встретилась наша съемочная группа. Оказалось, среди выпускников Лидии Алексеевны Овчаренко есть и другие сотрудники администрации района. О том, почему среди тысяч профессий Лидия Алексеевна выбрала именно педагогику, главные правила в работе с детьми и секреты, которые помогали на протяжении 51 года, с улыбкой идти в школу, расскажет Валерия Кудрявцева. Сургутский район 27 специалистов. Лично в этот день педагогов чествовал и руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой. Скажу, может быть, немного, но абсолютно искренне от души, как ученик, который закончил школу 32 года назад, но до сих пор помню абсолютно всех своих учителей по фамилии, имени, отчеству. Огромное спасибо и низкий поклон за ваш нелегкий, не всегда благодарный, но такой очень важный и нужный труд. Я искренне поздравляю вас, кто находится в этом зале, кто не смог приехать, кто сейчас на рабочем месте, дома или на заслуженном отдыхе, в том числе и свою маму. Она давно на пенсии, но она педагог с 45-летним стажем. С праздником вас, с праздником, моя дорогая мама. Помнит Андрея Трубецкова и его первая учительница Лидия Алексеевна Овчаренко. Он очень добросовестный, вот такой ответственный был и целеустремленный. У него всегда была цель. Во-первых, заслуга мамы, потому что мама его настраивала на то, что ты должен, тебе это надо, и он это вот заложил в себе, и я вот смотрю сейчас на него, вот насколько у него ответственность на нём лежит. Мне иногда жалко его, что вот он, он вот то в Сытомино, то в Ленторе, то на Фёдоровке. Думаю, господи, он дома-то бывает хоть или не бывает. Он очень добросовестный, мне прям вот, я горжусь им. И вот, знаете, такое чувство у меня, прям молодец. Молодец, он столько сделал для района. Лидия Алексеевна приехала в Барсово в 1981-м, когда ей было 32 года. На север, как и многие женщины в те годы, отправилась вслед за мужем и вместе с двумя сыновьями. Я начинала работать в Оренбургской области, совхоз восточный, я там 13 лет отработала. Закончила педучилище в Сызрине, тогда же давали направление, хочешь не хочешь, надо ехать. В Барсовской школе Лидия Алексеевна проработала 38 лет. За это время выпустила 15 классов. Первые, к слову, обучала в другом здании, ещё деревянном. Я когда пришла в школу, в деревянную, я так растерялась, потому что вот одно крыло, второе крыло, третье крыло, не знаешь, куда идти. А потом, когда сгорела школа, мы так все сожалели, потому что уютно было в ней, уютно. Директор школы, я когда приехал, директор школы была, Кошнина Галина Павловна, такая строгая, мы её так боялись, и она прям ходила, вот, ну она видела, кто как работает. И отношение, естественно, к каждому учителю было особенное. Сколько лет проработала в деревянном здании, Лидия Алексеевна уже не помнит, но рассказывает о тех годах с особой теплотой и с болью делится моментом, когда старая школа горела. Жалко было прощаться с той школой, с деревянной школой. У нас ведь коллектив был раньше, знаете какой? Мы участвовали, раньше конкурсы были среди педагогических коллективов, конкурсы художного пения. Ой, даже так? Да, мы пели, мы занимали первое место, мы являлись лауреатами по району. Мы наглядное пособие делали, рисовали, лепили, клеили, всё это делали сами, всё своими руками. Папки вот такие были. И вот когда школа горела, я как побежала, время час ночи, я говорю, у меня же там вещи, а муж кричит, мальчишек, бегите, там у матери вещи какие-то. А это у меня папки вот эти, вот я боялась, думаю, вдруг сгорят. Это же такой труд, это такой труд. Вот весь отпуск был потрачен для того, чтобы нарисовать вот эти вот таблицы. Лидия Алексеевна опомнит всех своих выпускников. Среди них, кстати, не только глава Сургутского района Андрей Трубецкой, но и в недавнем прошлом заместитель руководителя муниципалитета Алексей Савенков. Много среди учеников Лидии Овчаренко и тех, кто пошёл по её стопам. Педагог рассказывает, что и сама пришла в профессию благодаря своей учительнице. Заканчивала я восемь классов, закончила. И у нас директор школы была, она вела у нас русскую литературу, она уже умерла, Александра Гавриловна. Она так сказала, я очень любила русскую литературу, очень любила, потому что вот и грамотность у меня, и вот то ли природная какое-то. И она сказала так, ты, ты, ты. Вот назвала, идите, девочки, учиться на учителей, из вас получатся хорошие учителя. Всё. У меня даже не было мысли такой. Я пришла домой, папе говорю, вот так и так. У меня папа очень грамотный был. Он заканчивал при Кремле высшую подшколу, ветеран войны. Он говорит, ну что, дочка, иди. За 51 год у Лидии Алексеевны сложились свои принципы и секреты в работе. У учителей один принцип – научить всему, что знаешь сама. Я никогда, у меня никогда не было такого, чтобы на уроке шум был. Меня всегда очень внимательно слушали. Я никогда не позволяла себе повышать голос на детей. Единственное, где я могла голос повысить, это когда в азарт около доски входила. Я тогда громко начинала разговаривать. Не просто кричать, а разговаривать. И видела я, каждые глаза видела. Всех. Я у всех видела, кто что понимает, а кто не понимает. На вопрос, не пожалели ли о выборе профессии, Лидия Алексеевна отвечает однозначно. Ни разу. Ни разу. И всегда в школу шла с удовольствием. С удовольствием. У меня всегда мои-то дети удивляются. Как можно столько лет отработать и идти на работу с удовольствием? Они, видно, вот так не ходят с удовольствием. Приходишь в школу и забываешь о том, что у тебя там осталось. Я с удовольствием шла в школу. Всегда с удовольствием работала. И никогда не пожалела. Было бы здорово, я, может быть, и дальше проработала. Но я и так работала до 70 лет. Мы попросили Лидию Алексеевну дать совет тем, кто только начинает свой путь в педагогике. Ведь от человека, который 51 год своей жизни с трепетом, любовью и профессиональной страстью отдал одному делу, услышать наставление особо ценно. Уважать детей в первую очередь. Вот ты пришел в класс, уважай каждого. Тогда получится из тебя хорошая учитель. Валерия Кудревцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное. Барсова».